С начала 2018 года в Прикамье зарегистрировано 47 ДТП с участием лосей. Чаще всего дикие животные появляются на таких трассах, как Пермь-Екатеринбург, трасса М7, Пермь-Березники, Кукуштан-Чайковский. Что грозит водителю сбившего лоси и можно ли избежать наказания? Сегодня об этом и многом другом мы поговорим с Романом Ощепковым, начальником управления по охране и использованию объектов животного мира Министерства природных ресурсов Пермского края. Роман, здравствуйте. Добрый день. Итак, давайте разберемся, с чем связан такой большой скачок ДТП с лосями и почему животные стали чаще выходить на трассу. Причин ДТП несколько, скажем так. Но, естественно, одна из главных причин – это превышение скоростного режима водителями, то есть несоблюдение скоростного режима. Вторая причина, естественно, – качество дорог улучшилось, благодаря чему и скорость увеличивается. Ну и, естественно, имеет место здесь сезонность. То есть животное, обитое в своей естественной среде, как любое лоси, как любое подвижное существо, с мест дневки, отдыха перемещается к местам кормежки, и у них на пути возникают как естественные преграды, так и искусственные преграды. В нашем случае это автомобильные трассы. То есть вы говорите сейчас про гон, который обычный, или это все-таки другой фактор? У нас периодов несколько, то есть периодов интенсивности ДТП с участием диких животных. Первый период у нас такой наиболее интенсивный – это период весеннего расселения молодняка у лося. Это начинается примерно со второй половины мая и продолжается до середины июля. Потом небольшой спад идет миграционной активности. И второй скачок интенсивный – это период гона у лося, который начинается в конце августа и заканчивается в первой декаде, ну, в середине октября. Но можно встретить и раньше. Можно встретить и раньше, естественно. То есть животные у нас, попадая в ДТП, круглый год. Ну вот вы сейчас сказали о причинах. Это превышение скоростного режима, да, дороги стали лучше, но тем не менее, почему все-таки самих ДТП стало больше? Почему лося выбегают чаще? То есть с чем это связано? Может быть повышенная миграция какая-то вот этих животных? Численность у нас лося растет незначительно. Этот год по учетам у нас порядка 40 тысяч особей лося насчитывается. То есть факторов, ну, не так много, которые могли бы послужить резким скачком. То есть если мы возьмем в динамике, посмотрим количество ДТП, за 16-й год у нас было сбито 77 особей лося, в 17-м году у нас 64. Вот на сегодняшний день немножко свежие данные уже 52. То есть вот я сказал 47? Да, 47 это было по данным прошлой недели, вот по сегодняшним данным 52 лося. То есть растет, даже несмотря на то, что гон еще не начался, а когда он начнется, их возможно увеличится еще. Да. Что грозит водителю, сбившему лося? Насколько я понимаю, законодательство так устроено, что он всегда виноват. Водитель в любом случае несет гражданскую ответственность. За причинение ущерба охотничьим ресурсам предусмотрена эта ответственность частью первой статьи 1079 Гражданского кодекса. Автомобиль является источником повышенной опасности, и водитель, управляя автомобилем, должен предвидеть и принять все меры, чтобы не причинять вред окружающим. А штраф? И ущерб. Штраф не предусмотрен, если по нашей компетенции смотреть, предусмотрено только возмещение ущерба животному миру, охотничьим ресурсам, за лося это 80 тысяч рублей в соответствии с методикой расчета, за кабана у нас 30 тысяч рублей, за медведя 60 тысяч. Ну, там целый список животных, которых водители могут так или иначе встретить на дороге, правильно? Да, конечно. Хорошо. Ну, вот некоторые водители просто говорят о том, что там, где не установлен знак, там вроде как вины их нет. Давайте разберемся. Все-таки наличие знака «опасные дикие животные», он какую-то дает преференцию водителю или нет? Знак «дикие животные» – это предупреждающий знак. То есть, не обязательно наличие знака на автодороге, то есть, не снимает с водителя ответственности. То есть, ответственность в любом случае у водителя будет гражданская. Есть знак, нет знака. То есть, предупреждающий знак «дикие животные» – это лишь предупреждение. Будьте внимательны, на дорогу могут выйти дикие животные. Хорошо, но вот водитель двигался с разрешенной скоростью, 90 км в час, но сбил лося, все равно виноват? Все равно виноват. То есть он обязан предвидеть заранее и двигаться с такой скоростью, чтобы миновать эту опасность, правильно? Да, совершенно верно. Понятно. Ну, правда ли, что наибольшее количество ДТП с лосями происходит ночью и почему? В сумеречное время у лосей возрастает активность, то есть они перемещаются в поисках пищи. То есть это естественный процесс. Провокация аварии возникает по причине того еще, что у водителя возникает ограниченная видимость в ночное время и сумеречная. То есть это тоже фактором является, что ДТП больше в ночное время. То есть если днем, например, водитель увидел на обочине стоящего лося, он может притормозить, как-то сбросить скорость, остановиться. То в вечернее время светом фар освещается определенный только участок дороги. То есть лось может стоять на обочине, и водитель просто его может не видеть. Но при приближении к лосю, который стоит на обочине, животное всегда при опасности начинает двигаться вперед. Естественно, если он смотрит в сторону дороги, то он побежит прямо под автомобиль. Ну то есть скорость – это все-таки решающий фактор в этом смысле, да? Конечно. Вот вы до эфира буквально сказали, что при ДТП даже у водителей останавливался спидометр на сколько километров? Да. В этом году зафиксировано 4 ДТП со смертельным исходом пассажиров транспортных средств, которые попали в аварии, в том числе попал один мотоциклист. Скорость у мотоциклиста была заблокирована на спидометре 150 км в час во время ДТП. Ну, понятно, что при смертельном исходе в ДТП с лосем водитель также еще накладывается уголовная ответственность. То есть, получается, на ровном месте водитель может фактически сесть за решетку, сбегусь. Конечно. То есть водитель несет ответственность как в отношении окружающих третьих лиц, так и в отношении пассажиров, которых он переводит. То есть уголовная ответственность. Ремонт автомобиля за свой счет, грубо говоря. Если там страховая компания не участвует, 80 тысяч штрафа. Тушу забрать можно, в конце концов, если водитель оплатил ущерб? Нет. Ни в коем случае. Животное, оно государственное. 80 тысяч – это только возмещение ущерба государству. Животное утилизируется по ветеринарно-санитарным требованиям. Животное, погибшее в результате ДТП, должно утилизироваться. Оно непригодно в пищу и для корма скоту. То есть водителю еще и не отдадут то, что он, грубо говоря, заплатил. Просто я про что говорю. Некоторые считают, что можно, в принципе, забрать с собой, раз сотрудников ДПС рядом нет. Насколько я почитал в интернете, в районе 500 рублей сегодня стоит мясо лося, то есть на рынке. Но если его остановят и увидят, могут применить, насколько я понимаю, незаконная, как это называется, охотничья деятельность. Во-первых, здесь идет, в первую очередь, статья 158 – это кража. То есть лось государственный – это кража чужого имущества. Это первое. И второе, естественно, по охотничьему законодательству перевозка и транспортировка животных – это приравнивается к охоте. То есть, естественно, он попадает уже под вторую самцу. Сбил лося, поохотился, грубо говоря, да? Да. Незаконная охота. То есть ему нужно будет объясняться, что он этого лося не добыл, а сбил. Ну, соответственно, уже и другие санкции возникают. Это покинул место ДТП, тоже предусмотрена административная ответственность. Ну, понятно. То есть водитель заведомо в невыгодной для себя ситуации оказывается. Еще хотел вопрос один задать, поскольку вы из соответствующей отрасли, из соответствующего министерства. Почему у нас при Каме не строят экодуки? Это так называемые места, когда животные имеют возможность переходить дорогу, мигрировать по специально оборудованным местам. Ну, это вопрос комплексный. Это вопрос только не нашего министерства. То есть здесь нужно, во-первых, изучать пути миграции животных, где действительно необходимо размещение экодуков, потому что это строение довольно-таки сложное и дорогостоящее. То есть, ну, я думаю, что в будущем будут у нас тоже на территории Пермского края экодуки. Ну, вы согласны с тем, что они нужны, и посодействуете? Конечно, конечно. Ясно. Ну, спасибо большое, Роман, что прояснили нам все эти важные вопросы, потому что действительно очень много ДТП. Как вы сказали, статистика увеличивается, а осенью она может возрасти еще. Я думаю, что водители эту информацию примут к сведению и будут перемещаться с соответствующей скоростью по трассам.